Прямо с самого начала Coming Out, компания Huawei самая часто упоминаемая на моем канале. И всех вас рано или поздно будет интересовать вопрос, сколько они платят за видеообзор. Сейчас я вам открою тайну тысячелетия. Компания, которая занимается распространением гаджетов Huawei на обзоры разным представителям СМИ и видеоблогерам, принципиально не платит за создание видео. Поэтому все ролики, касаемые этого бренда, смело можно называть моим опытом использования, или как это сейчас модно кликбейтить на ютюбе. Знакомство с этим смартфоном у меня состоялось неоднозначным. Началось все со скомканной распаковки, которую вы можете посмотреть на канале. Как только я разблокировал Honor 8 Pro и установил на него все необходимые для использования программы, я почувствовал приятные ощущения от первого знакомства с устройством. Прохладный матово-темно-синий металлический корпус хорош как ни крути, но не без своих нюансов. Очевидное для меня, он очень гладкий, хотя и матовый, но при этом очень крутой по тактильным ощущениям. Полоски антенн, расположенные сверху и снизу на задней части смартфона, гармонично вливаются в общую концепцию дизайна. Особенно внешне понравилась двойная основная камера, которая обрамлена стеклянной вставкой, которая, в свою очередь, геометрически правильно расположилась относительно упомянутых полос антенн. Все органы управления в виде сканера, отпечатка пальцев, кнопки включения и качельки регулировки громкости на своих привычных для смартфонов Huawei местах. 2,5D переднее стекло от конторы приматов с нумерацией 3 в названии сполна покрыто олеофобным покрытием, которого так не хватало на флагмане Huawei P10. Пользоваться смартфоном одной рукой постоянно не получится, ну по крайней мере у меня. Диагональ 5,7 дюйма, разрешение 2К и вроде он относительно небольшой, но не для одной руки. С iPhone 6 Plus по габаритам выглядит примерно так. А давайте посмотрим на этот смартфон через призму сравнения с iPhone 6 Plus. Хотя нет, наверное, такое сравнение будет неуместно, ведь у яблоки нету двух камер, такого шикарного и сочного дисплея, а также экран меньше в размерах при относительно одинаковом размере корпуса. Единственное, что одинаково в обоих этих смартфонов, это материалы корпуса и качество исполнения. Ну а про камеры я скажу чуть позже. Тут вот все по стандарту в уходящем 2017 году. Улучшенный по сравнению с младшим братом процессор, работает исправно и хорошо справляется с повседневными задачами и современными играми. Троттлинг, о котором вы так любите говорить, тут есть и вот на таких значениях. Как это сказывается на использовании? Да никак. Процессор собственного производства без хорошей оптимизации в совсем сложных задачах греется. Не сильно, кому как, но греется. Вот чего-чего, а оперативки тут с избытком. Аж целых 6 гигабайт. Хватит с головой. А в паре с видеоядром вообще сок. Быстродействием я остался доволен. Все самые привередливые пользователи будут удовлетворены. Стоит упомянуть о API Vulcan. Это лучшее решение для игр на мобильных устройствах, по заверениям Honor. Скорость обработки изображения и визуальных эффектов интерфейса у API Vulcan намного выше, чем у его предшественника OpenGL. API Vulcan повышает возможность графического рендеринга и обработки данных смартфона. Производительность графики на смартфоне увеличена аж на 400%. Это позволяет играть в игры без задержек. Про камеры в двуглазых смартфонах начинать надо рассказывать с того, что все это софтовая история. С этой точки зрения и будем смотреть на примеры фотографий. Две 12-мегапиксельные основные камеры умеют снимать видео 4K 30fps и делать вот такие вот снимки. Как видно на примерах, ошибки все еще есть. Но, сука, все равно, как по мне, мы мечтать не могли о таком в потребительской электронике. Да еще и в смартфоне. Фронталочка на 8 мегапикселей, хорошие луки вам обеспечены. Два объектива камеры, монохромные и RGB, объединяясь, создают еще более профессиональные яркие фотографии. Так нам рассказывает пресс-релиз. А на деле режим широкой диафрагмы позволяет использовать эффект размытия фона как в режиме фотосъемки, так и в видеозаписи. Революционная технология сжатия видеофайлов позволяет преобразовывать видео превосходного качества в файлы маленького размера. Не ограничивайте свои творческие возможности, как бы говорит нам производитель. Одним словом, второй раз за последние два месяца мне нравится софт от Huawei. Я устанавливаю вот такой вот лаунчер и радуюсь седьмым андроидом. Emotion UI становится во многом быстрой, красивой, умной оболочкой. Обновления приходят быстрее, чем на Samsung, если вы понимаете о чем я. Все, что вам надо знать про звук в этом смартфоне, он громкий и достаточно качественный. Все модули связи работают исправно, сканер удобен, звук в наушниках меня не разочаровал. Батареи на 4000 мАч и плюс 2 экран дают вот такие вот результаты. Мне хватает сполна, обычному пользователю я думаю тоже. Разряд равномерный, из чего можно сделать выводы о качественных материалах изготовления аккумулятора. Про цену, а это 29 990 у официалов с подарками, гарантией, бесплатной доставкой курьером по всей России. Что можно купить за эти деньги? Наверное, пару-тройку Xiaomi средних характеристик или iPhone двухлетней давности. Какие варианты приходят вам на ум? У вас есть место для высказывания? Комментарии вас ожидают. Друзья, я счастлив и счастью есть объяснение. Всего за 14 дней пришло осознание этого до конца, что для того, чтобы комфортно пользоваться смартфоном одной рукой в современном мире, надо пользоваться смартфоном до 5,2 дюймов. Все остальные, большие помощники современности, будут заставлять вас пользоваться ими двумя руками. Но даже такие обстоятельства не умиляют всю крутость Honor 8 Pro. Ограничить себя простым упоминанием плюсов и минусов данной модели я не хочу и не буду. В этот раз скажу, почему именно сейчас, после просмотра этого ролика, вы должны приложить максимум усилий, чтобы купить себе этот крутой гаджет. Самое очевидное – это экран. Сочный, контрастный, яркий, гладкий и без преувеличения один из лучших представителей в своем классе. Камеры, которые за эти деньги делают для вас великолепные фотографии, позволяя выжать максимум возможностей и творческих задумок. За результаты работы этих камер как минимум не стыдно. Как максимум они соперничают с таковыми в iPhone или OnePlus 5 или топовый Xiaomi. Мощь и технические возможности предустановленного процессора в связке с большим количеством оперативки не оставят вас скучать минуты вашего свободного времяпрепровождения. Именно сейчас, выбирая этот смартфон, вы не оставите себе компромиссов по соотношению цена-качество. Именно сейчас за эти деньги вы получите модель, которая во многом превосходит даже новинку Honor 9. Ну и вишенкой на торте вы получите это великолепное исполнение дизайна, сборки и очень красивого окраса. Я провел с этим смартфоном более двух недель. У меня остались исключительно положительные эмоции от использования. Смело могу и хочу рекомендовать его к покупке, ведь если присмотреться, то это будет действительно хороший выбор. И именно сейчас самое время подписаться на канал, если я этого еще не сделал, и налить на колокольчик. В описании вас ждут все ссылки на данный товар по крутым ценам, а также где и как найти меня в социальных сетях. Не забывайте пользоваться сайтом gadgetmania.ru и ловить свои купоны и скидки в самых популярных интернет-магазинах во всем мире. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok